Сегодня в России отмечают День судебного пристава. История праздника началась еще в 1864 году. Тогда, благодаря судебной реформе, был создан Институт судебных приставов. Сегодня это отдельная государственная структура. По своей численности судебные приставы уступают только полиции. В текущем году на исполнении в отделах судебных приставов управления находилось более 600 тысяч исполнителей производства. При пересчете на одного пристава-исполнителя это более 2000 исполнителей производства на человека. Это колоссальный труд. Взыскано в пользу искателей и государства более 4 миллиардов рублей. Сегодня в Северодвинске открылось движение транспорта по проспекту Победы от улицы Кириллкина до проспекта Морского. У двухполосной автодороги значительный запас прочности. Толщина покрытия 25 сантиметров, щебеночного основания 40. Подрядчик дает гарантию 5 лет. Цена нового участка дороги почти 59 миллионов рублей. Была перестроена полностью ливневая канализация. В плохом состоянии были почищены все колодцы. Перекладка сетей полностью восстановили освещение. То есть замена всех светильников. Плюс очень большой запас прочности по асфальту заложен. То есть в асфальте ушло более 50 процентов денег. В Архангельске объявлен срочный сбор средств на лечение 9-летнего Эдика Мортесевича. У мальчика тяжелейшее генетическое заболевание. Каждый день происходят необратимые повреждения головного мозга. Эдик уже не может читать и писать. Ему готовы помочь сеульские медики. Для проведения трех операций в Корее необходимо собрать 25 тысяч долларов. Нас пригласили туда. Дата открытая, потому что они понимают, что денег нужно собрать много. Но они в любой момент готовы нас принять. Ребенок теряет зрение, теряет слух. Если это произойдет, то есть если он потеряет зрение, то уже не возьмется никто. Ни Израиль, ни Германия, ни Сеул нам больше уже не помогут. Волонтеры и семья Эдика уже собрали полмиллиона рублей. Для проведения первой операции в Сеуле нужно еще 100 тысяч. Банковские реквизиты можно найти на страничке СОС помощь Эдику Мартасевичу ВКонтакте. Пенсионеры, которым дата доставки пенсии определена четвертым числом текущего месяца, смогут получить выплату 3 ноября. По данным Почты России, в предпраздничный день 3 ноября режим работы почтовых отделений будет сокращен на один час. Начиная с 5 ноября доставка пенсии, пособий и иных соцвыплат будет производиться по установленным графикам. За 9 месяцев 2016 года сотрудники регионального Роспотребнадзора взяли пробы на 131 объекте и забраковали из-за плесени и отсутствия маркировки 89 партий овощей и фруктов общим весом более 7 тонн. Теперь торговцам придется выплатить 25 штрафов на сумму 310 тысяч 500 рублей. Проверили специалисты Роспотребнадзора и молочку. Забракованы 13 партий молочной продукции. На ней отсутствовал маркировочный ярлык и был истекший срок годности. По результатам проверок недобросовестные владельцы торговых точек заплатят 25 штрафов на общую сумму почти 92 тысяч рублей. Более полутора тысяч квадратных метров пешеходных дорожек будет обновлено в Соломбальском округе уже к середине ноября. Такой масштабной реконструкции деревянных тротуаров не было никогда. Ремонту подлежит уже сегодня и требует ремонту порядка трех тысяч квадратных метров. Были выделены дополнительные средства из муниципального бюджета в размере полтора миллиона рублей, на которые, соответственно, и были организованы работы по ремонту деревянных тротуаров основного объема. По словам главы округа, пешеходные дорожки прослужат горожанам не менее пяти лет. В Архангельске второй раз проводится фотоконкурс «Открытый север». На снимках, поступивших на него, представлены все уголки Архангельской области от далекой Новой Земли до Южного Каргополья. Узнала о конкурсе. Захотелось очень поучаствовать в этом конкурсе, попробовать свои силы. У меня направление тревел-фотография больше всего, конечно, ну и репортажная съемка. Очень большое количество работ, большое количество участников я отслеживала и просто дух захватывает такой красоты. Фотоконкурс, он позволяет взглянуть на одну и ту же вещь совершенно с иных сторон. Люди разные, взгляды разные. В адрес жюри было направлено 2000 работ от 180 авторов. Итоги конкурса организаторы планируют подвести 7 ноября. 20 ноября в Архангельске на проспекте Чумбарова-Лучинского откроют первую новогоднюю елку. Праздник зажжения елочных огней пройдет с 15 до 17 часов. Граждан ждет концерт с участием творческих коллективов поморской столицы. Если пассажирские перевозки, то только с Авророй. В нашем автопарке есть автобусы, микроавтобусы, легковой транспорт, вип-машины и эконом-класс. Доставим сотрудников до работы, организуем трансфер в любое место. Звоните нам с вами по пути. Сегодня в Архангельске облачно с прояснениями. Днем возможен снег, ветер переменной слабый, температура днем до 4 градусов мороза. Тип погоды второй благоприятный. Дыхание зимы все ближе, не забывайте про шарфы и шапки. Следите за самыми главными новостями региона каждый час вместе с телеканалом ПС.